Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это очередной гайд по шестой циве. Но тут не совсем про развитие, будет не про новые механики, а скорее об удобстве пользования игрой. Очевидные неочевидности. У меня похожее видео есть и про пятую циву, вот теперь про шестую. Накопилось куча вопросов в комментариях к моим видео и вот собственно по ним я буду отвечать. Для начала перейдем в раздел настроек игры. Специально для вас опять поставил русский язык, чтобы вам понятнее было. И кое-что здесь объясню. Во-первых, быстрый бой и ускорение, то есть чтобы юниты быстро двигались. В отличие от пятой цивы, в сетевой игре то, как будут двигаться ваши юниты, зависит от того, что вы поставили в настройках. Если в пятой цивилизации создаватель игры, создатель игры собственно это отмечал, то теперь в шестой все зависит от того, что вы поставили в настройках. Так что вам надо зайти в настройки и поставить и быстрый бой и ускорение. Иначе ваши юниты будут с анимацией воспроизводиться. А у соперника, соответственно, который это все включил, наоборот, они будут быстро двигаться, у него будет преимущество. Дальше. Есть такая вот штука тюнер. Видите, вы можете включить, отключить. Это на самом деле для получения какой-то отладки, для всяких технических штук. Но вот тут самое главное, почему я включил на русском языке, тут не написано, что если вы его включите, то вы перестанете получать ачивки в стиме. Имейте в виду. Это для... Ну такая техническая штука, то есть если вы не собираетесь ничего с игрой делать, то тюнер включать не надо. Но я вам сразу говорю, что если вы включите, то вы потеряете возможность получать ачивки. Вот как всегда в русском переводе это нифига не написано. Ну и, соответственно, в обучении тут зависит от того, как вы будете получать подсказки. Либо вообще новичок в цивилизации, либо именно в шестой циве я уже для себя отключил. Ну и анимация времени суток, то есть вы можете поставить... Знаете, я вот это по поводу этого лучше расскажу, зайду в игру. Так будет лучше, понятнее. В графике, ну, объяснять особо нечего. То есть вы выбираете качество картинки и использование памяти. Тут я вам не могу ничего посоветовать. Сами экспериментируйте со своим компьютером, как вам будет, насколько хорошо будет показывать. Единственное, я отмечу, где можно выключить анимацию лидеров. То есть вы нажимаете вот на эту кнопку, показать расширенные параметры, мотаете в самый низ и отключение анимации лидеров. Конечно, они там прикольно общаются, ужимки, но, честно говоря, меня... Они уже начали раздражать, тем более, что это влияет на производительность вашей машины. Я их просто отключил, чтобы у меня были статичные изображения. И вам рекомендуют... То есть несколько раз сыграете, я думаю, вам достаточно посмотреть на ужимки лидеров, можно отключать. Еще из важного отмечу, что вы можете сделать так, что игра будет сразу начинаться в 2D режиме. Это многим не хватало в пятой цивилизации. Им приходилось загружаться в 3D, а потом уже судорожно переключать в 2D, чтобы не совсем компьютер виз. Теперь же вы можете сразу загрузиться в 2D. Достаточно вот ту стратегический вид в начале отметить «включено». Ну и последнее, что стоит отметить в настройках, это возможность переназначить некоторые горячие клавиши. Не все, к сожалению, но многие. Это важно, я думаю, тем, кто привык к раскладке пятой цивилизации, потому что почему-то в шестой полностью все переработано, все совершенно по-другому сделано. Но теперь вы это можете переназначить. Вот в управлении, пожалуйста, делайте. Теперь непосредственно к игре. Самый частый вопрос, как ворочить карту. Зажимаем Alt, зажимаем левую кнопку мыши и ворочаем. Вот так. То есть зажав Alt и зажав левую кнопку мыши. Когда вы отпускаете кнопку мыши или Alt, то карта возвращается на то место, на изначальное место. Я считаю это правильно, потому что вообще в пошаговых стратегиях, по-моему, карту очень редко надо ворочать. Но вдруг вы тут что-то не можете рассмотреть. Правильно, что это ввели и правильно, что возвращается обратно. Это здорово. Второй вопрос, естественно, как и в пятой циве. Как включить, чтобы были видны иконки ресурсов, клеточки и иконки с едой, с производством и прочим? Вот выше мини-карты. Видите, есть четыре разные кнопочки. Настройки карты. Вот вторая кнопка. Настройки карты. И вот тут есть три варианта. Во-первых, показать сетку. Вот, включаем, выключаем сетку. Во-вторых, показать значки ресурсов. Включаем, выключаем. И в-третьих, показать значки дохода. Ну, опять дебильный перевод, по-моему, значки дохода. Но главное, что они показывают вот иконки еды и иконки производства, денег и так далее. Очень удобно тогда ориентироваться, где города ставить. Так что вот, сверху над мини-картой. Тут же находится и другой вариант. Как включить, выключить стратегический вид. Вот он тут включается. И тут же он и выключается. В 2D, конечно, все намного быстрее работает. Имейте в виду. Кроме того, здесь можно поставить отметки на карте. Об этом я уже рассказывал. И включить линзы. Линзы, кроме того, еще и на горячих клавишах находятся. 1, 2, 3, 4. Все здесь вот переключается. Все линзы. Ну, в зависимости от того, что вам надо посмотреть. Так что, пользуйтесь. Вот над мини-картой все это есть. Кроме того, и мини-карту вы можете убрать. И вот эти прогресс, чтобы он не занимал вам места, если вам не хочется смотреть. Но, в принципе, в разрешении 1920 на 1080 это все немного места занимает. Это скорее, если вам хочется скриншоты какие-то красивые сделать, тогда имеет смысл убирать. Где смотреть демографию? Привычного нам окна демографии в шестой цивилизации нету. Зато здесь есть вот всемирный рейтинг общий, в котором все написано. В научной победе нам написано, сколько науки в ход у каждой нации, сколько они технологии исследовали. Вот вы наводите на иконку, и все вам показывается. В культурной победе все то же самое про культуру и туризм. В военной победе все то же самое про военную мощь. Сколько, ну, собственно, сколько армии у игрока. И в религиозной победе сколько обращено городов и сколько веры в ход. То есть тут, получается, демография еще более полная, чем в пятой циве. Тут вообще конкретно количество в ход написано. Кроме того, не забывайте, что в дереве технологий вот такими иконками снизу показано, где кто находится в этом дереве технологий. То есть ацтеки, видите, уже какую-то из этих технологий изучили. Англичане и французы какую-то вот из этих технологий, то есть находятся тут. Ну и, соответственно, так же остальные. Единственное, конечно, тут непонятно конкретно, какую из технологий. То есть как только вот ацтек выучивает хоть одну технологию из этого столбика, значит, он сразу, его иконка сюда перемещается. Но это совершенно не значит, что у него тут офигенно много науки. Просто он так вот далеко продвинулся именно в дереве технологий. При этом у него может, например, нижние ветки вообще быть полностью неизученными. Так что надо сравнивать сразу и здесь, и в дереве технологий, где находятся, и, соответственно, в дереве цивиков тоже нам показывается, да, в соответствии с тем, сколько у них реально технологий и цивиков. Вы можете, например, представить, что они очень далеко впереди, но при этом у них технологий мало изучены. Ага, значит, они только вот по верхней веткам, например, пошли, и можно на них нападать, у них не так много юнитов. Не исследованы более современные юниты, вот лучше так скажу. Это видео вышло при поддержке справочника и карты 2GIS. Кстати, 2GIS запустили собственный навигатор. Удобное ведение по маршруту и голосовые подсказки о манёврах теперь работают и в 2GIS. Разработчики просят делиться впечатлениями, ведь ваши отзывы очень им помогут. 2GIS, если быть точным. В 2D режиме намного лучше видно, чем в 3D. Вот, например, смотрите, видите, какое загрязнение, да, ядерное. При этом в 3D фиг поймёшь реально, где вот, ну тут вот видно, да. Ну вот видно две клетки, но на самом деле она намного больше, и в 2D это лучше видно. А почему это важно видеть? Потому что юниты на клетке с ядерным загрязнением будут терять половину хитпоинтов. И очень важно сюда не попадать. Тем более, что ещё и очки действия пропадают, если идти по загрязнённым местам. Это очень важно видеть. Кроме того, в 2D лучше видны холмы. Вот холм, смотрите, как хорошо видно в 2D. Переключаем в 3D. Вот этот холм, то есть если внимательно только приглядываться, зная, что тут холм, уже понятно. То есть очень многие вещи в 2D просто лучше видны. Рекомендую почаще в него переключаться, чтобы не упустить что-нибудь важное. Ещё одно враньё находится в разделе торговых путей. Вот здесь, если вы наведёте, написано «количество ходов до завершения пути». Каждому может показаться, что это вот сколько сейчас осталось ходов. На самом деле нет. Это просто сколько ходов действует этот торговый путь. То есть когда вы его запустили, он 18 ходов будет действовать, и через 18 ходов закончится, а не сейчас прямо. То есть вы можете, я могу заканчивать ходы, вот эта цифра не будет уменьшаться никак. Так что вы просто смотрите на начальные показания, когда вам будет написано, сколько ходов действует торговый путь, и, собственно, тут оно и будет написано. Вот эта цифра, это от начала и до конца. Вы можете меня, конечно, спросить, что почему Фераксис не сделала уменьшающиеся тут цифры, я без понятия. Тоже, конечно, намного проще было бы играть. Много вопросов по поводу посланников в города-государства. Нет, их никак нельзя отсюда выковырять обратно. Если город-государство куда-нибудь захватит, например, Юрусалим, то эти 14 посланников мои просто пропадут. Они, к сожалению, не возвращаются никак. Да, хотел сказать про анимацию времени суток. Во-первых, вы можете поставить единовременно, вот чтобы не менять. Мне, например, не нравится, что время суток меняется. Я просто где-то вот на час примерно ставлю, чтобы поярче было. Или вы можете включить анимацию времени суток. У вас примерно там сколько-то ходов, постепенно будет меняться освещение. Там и ночь у вас будет, и день. То есть не заход, а там сколько-то ходов будет день длиться, сколько-то сумерки, сколько-то вечер и так далее. Если вам так нравится, то, пожалуйста, развлекайтесь. Мне больше нравится вот час дня. Ну и есть удобная штука под названием «посмотреть доклады» или в английском «view report». Тут кое-что собрано вместе, но не все, к сожалению, не все. Так, например, вот таблицы городов. Видите, сколько населения, жилья, настроения. Вот если счастье, то плюс 5%, по-моему. Если экстаз, то плюс 10. Сейчас я к этой гляну, уточню, уточнить хочу. Вот у нас в раке-дете, вот так вы можете открыть и посмотреть, что здесь у нас экстаз. Экстаз дает ко всему плюс 10%. Значит, при экстазе плюс 10, при счастье просто плюс 5 будет. В каком у нас городе счастье, если глянуть? Ну, например, в Багдаде. В Багдаде у нас счастье, Багдад у нас внизу находится. Вот плюс 5%. Соответственно, при несчастье там будет минус 5%, минус 10%. Так что за счастьем внимательно следите. Здесь же собраны ресурсы, которые у вас есть, стратегические и редкие. Но если вы меня спросите, где посмотреть, как вы торгуете ресурсами, когда у вас закончится договор, этого, к сожалению, в нормальном виде нигде не представлено. Есть вот некоторые слухи, вы можете посмотреть, какие договора вы заключили, но вменяемые таблицы, как в пятой цивилизации, в шестой, я уверен, пока-пока их тут нету. Так что пользуемся тем, что есть. Информация по юнитам. Объединение в армии происходит. Я раньше думал, тут надо как-то выбирать, чтобы объединить в армию. Нет, на самом деле, более продвинутый, менее продвинутый юнит всегда присоединяется к более продвинутому. В данном случае, видите, у нас армия 5 уровня и юнит 1 уровня. Вот если я их объединю в армию, то этот юнит присоединится к армии. Соответственно, если вы два одиночных юнита возьмете, и один будет 5 уровня, а этот 6, то пятый к 6 присоединится. Но я вам, конечно, это не рекомендую. Лучше построить юниты первого уровня и присоединять к пятому. Будет армия тогда из трех юнитов пятого уровня. То есть всегда сохраняется прокачка у самого большого юнита, и именно к нему юниты будут присоединяться. Опыт вот в самом... Вот смотрите, видите, я выбрал пулеметную роту, и вот в самом низу вот опыт, вот эта вот беленькая полоска, вот это опыт. Вот наведя на нее, вы увидите, сколько вам осталось до следующего уровня. Если вы вдруг не видели, то опыт находится как раз именно здесь. Еще про армии хочу отметить, что они требуют меньше денег на содержание. То есть два юнита по отдельности больше требуют, чем объединенные в армию. Кроме того, вы можете армию сразу строить в городах, в котором построен военный лагерь. Вот видите, у меня военный лагерь в Ракедете построен. И я, например, хочу построить армию вертолетов. Вот я могу один вертолет построить, могу корпус, то есть как бы из двух вертолетов построить, а могу армию. Они все, соответственно, увеличиваются на определенное количество производства. Но если один вертолет стоит 300 в производстве, то корпус стоит 450, а не 600. И, соответственно, армия стоит 675, а не 900, как стоили бы три вертолета. То есть, в принципе, выгоднее строить именно армии, когда у вас открывается такая возможность. Кстати, заодно еще отмечу, что это все открывается вот в национализме. Благодаря открытию национализма вы можете создавать корпуса. И в мобилизации. Открыв мобилизацию, вы сможете создавать армии. Так что тут нужны цивики. Национализм и мобилизация. Ну и еще уточню, что армию вы распустить никак не можете. Обратно в три юнита или в два. И объединить, например, три юнита и два юнит. Ну вот армию и корпус вы тоже никак не сможете там их как-то там распустить, а потом остатки что-нибудь куда-нибудь шли. Нет. Либо вы сразу объединяете, либо уже ничего с этим не сделать. И еще отмечу, что объединение юнитов в армию, в корпус и в армию убирает все их очки действия. То есть, вот если я объединяю в корпус, вы не сможете за один ход три юнита объединить в армию. Вам надо будет сначала в один ход объединить два юнита в корпус, а в следующий ход уже добавить третьего в армию. Если вы хотите увидеть список всех ваших юнитов, то выберите один из юнитов и нажмите вот на его название. Вот появится список. По-моему, не очень удобно. Более того, когда длинная надпись, то непонятно вообще у вас это армия или корпус, или одиночный юнит. Единственное, что вот хорошо тут отмечено, чем юнит занимается. Вот эти юниты в укреплении. Видите, щит стоит. Вот этот юнит спит, и этот тоже спит. То есть, такой полумесяц, типа, ночник в ночи. Вот у меня еще торговец почему-то спит, кстати, надо отправить. Ну, на этом все. Кажется, такие мелкие особенности, которых важно знать, но на которые почему-то многие люди не обращают внимания, я вам рассказал. Уточнения, пояснения пишите, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, и мне будет полезно, и другим игрокам тоже. Но вообще, я думаю, кое-что из этого будет поправлено ближайшим патчем, который уже, наверное, в ближайшую неделю должен появиться. Ну, а на этом все. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Спасибо, что досорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досорели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.